Ну, посмотрите на лучок Карины для рынка. Мы с сумочками, только у меня льняная, а у Карины Брунелла Кочанели. Ну сколько? Вот сколько джинсики стоят? Давай уже. Мы же обещали цены говорить. Ну, давай только джинсы. Ну, 800 евро. Ну все, пошли покупать помидорки и торговаться подешевле. Будем готовить сегодня салат табуле. Всегда добавляю мяту, потому что мята потрясающе раскрывает вкус петрушки. Карина, да, 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 да. Дамы, если вы нас смотрите и вы готовитесь к лету, то берите на заметку. Это очень классное блюдо для того, чтобы разгрузиться. Всем привет! Я приехала на центральный рынок и жду Карину. Сегодня мы решили показать, особенно нашим зрителям не из Латвии, как выглядит наш центральный рынок, базар. Для нас это большое скоринное испытание. Мы не любим такие места, но мы сегодня хотим купить свежую зелень, сезонные овощи и лучшего места трудно придумать. Плюс у меня большие надежды, что я найду участников сморчки. Начался сезон, он очень короткий, и я всегда в мае и в конце апреля ищу сморчки. Это большая редкость, строчков много, сморчков почти ни у кого нет. На рынок я всегда беру вот такие вот алюминиевые мешочки. Зацените мой лучок для центрального рынка. Вот какая-то экскурсия даже идет посмотреть. Здесь раньше было очень много японцев. Гуляли, что-то смотрели, покупали. Не видали. Карина. Графтый случай. Карина на рынке. Посмотрите, мой лучок. Карина для рынка. Карина вечная... Подожди, где у меня микрофон? Да, вот. Всем привет. Карина вечная, жертва всяких асоциальных элементов рынка, ЖД вокзала, подземных переходов. Хорошо, что у нас метро еще нету. И от всяких маргиналов. Как-то мне было 21 год, я была на рынке и получила в лоб. Вот за полном серьезе получила в лоб в нашем роскошном центральном рынке, в павильонах. Шел на встречу какой-то пьяница, бомж. Видимо, вовремя не похмелился и со зло седал мне просто в лоб. И я после этого для меня триггер страшный. Ну, рынки, ЖД вокзала, я не хожу. Поэтому я пришла, Валерия, только... И оделась я соответствующим образом, чтобы не раздражать и не привлекать внимание всевозможных маргиналов. Ворвание за свою сайт. Посмотрите, у нас мы с сумочками, только у меня льня, а у Карины брунелла кочанель. Для рыночка. Врунелла кочанель. И одета, кстати, я в R13, если бы эти бомжи знали, что этот костюмчик стоит как-то... Ну, сколько? Ну, вот сколько джинсики стоят? Давай уже. Мы же обещали цены говорить. Ну, а только джинсы. Ну, 800 евро. Ну, все, пошли покупать помидорки и торговаться подешевле. Наш роскошный рынок. Это вообще памятник архитектуры. Здесь когда-то был гараж для бережаблей. Но такого выбора нет, конечно, нигде. У нас в Латвии я офигею с цен. Что это за 32 евро на лосось? Раз он стоил 20 с чем-то евро. 22. Я как там покупала консервы, они стоили евро 48, сейчас 2,80. Вот так. Или 27. Такое дорожало. Красота. Пошли в свеженькие. В свеженькие. Пошли. Щучка. Карп. Моя самая любимая рыба. Это карп. Он совсем небольшой, да? Я думаю, что нам вот такого хватит. Да? Да. Да, дайте нам такой кусочек. Солить на... Солосоль. А давайте. Мы его просто порежем, и все будет готов. Ну да. И не надо соль покупать. Солим, да? Да, соль. Шик для малышки. Салака. Салака. Смотри, какая красивая белая. Нам надо показать наш Уголь знаменитый латвийский. Давай покажем ребятам, нашим друзьям. Мы еще потом поедем обязательно на рынок. Юрмальск. Юрмальск. Юрмальск за Юрмальск. Да, да, да. Мы его там называют. Это за Каугри. Это самое вкусное. Вот Уголь. Уже забрали. Я еще шла. Он был. Сейчас уже забрали. Кальмары копченые родители. Ну я с тобой такое покупала. И вот эту. Да. Карм. Это карм? А, карм. Да? Карм. Да, да. Это уже новинка. В духе времени. Канмары. Да, у нас не было. У нас канмары. Салака. Салака. Это наша классика латвийская. Скурбрия и салака. Да? Балтус копченый. А вот это масляная рыба. 55 евро. Клограмм. Наверное, отрезают даже. Можно не целого взять. Икра. Икра. Там селедочка пошла. Порели 6,50. У нас тоже хорошая селедка. Не хуже, чем в Голландии. Да, я тоже так считаю. У меня, кстати, вчера был припадок. Я поехала купила себе селедку. Селедки? Да, у меня редко бывают, но бывают. Я люблю селедку. Наши знаменитые Брейдлиннис. Салака маринованные огромные. И сзади, какая рыбка тоже красивая. Шайба в конце. А, можно и это? Вот. Я сразу почему-то, ну, погоди, вспомнила я волка, который все-таки долбил эту рыбку. Все, пошли отсюда, пробоняя. А вот это? Это лосось копченый. А, то есть нашли самый красивый. Да. И он здесь стоит 42. А не 55. А там 55, я не понятно. А там знаменитая Минога. Вот Минога тоже. А, да, и здесь тоже. Жареная Минога. Это многие даже не пробовали. Смотрите, какая жирненькая, красивая, малосольная селедочка целая. Господи, вот я представляю, как это вкусно. Это уже филе. Ну, все раз. А, смотри, а у меня бабушка всегда готовила целую. Она в сто раз вкуснее. Все, не могли, не можем убежать. Хотим показать вам, какие у нас еще маринады продаются. Да. Наши в Латвии. Я всегда покупаю тут кимчи. Это единственное место, да. Черемша вкусно. Черемша. Да, черемшу не люблю. Задал маму. А я вот эту капустку люблю. Очень люблю, да. Она с сахарком. Вот кимчи у нас продается. Стоит 15 евро. Вот, посмотрите. Видите, какая копьера капуста. Здесь просто появились маленькие малосольные огурчики. 8 евро килограмм. Нормально. Грибочки. Знаешь, что с тобой? Нам нужно с тобой маленькие огурчики нежненькие, молодые. Вот, красивые помидорки. Вот, красивые помидорки. Вот, как-то не очень красивые. Очень красивые. Авокадо. Они по евро 80, а вот по 80 центов. Смотрите, авокадо 80 центов. Учитывая, что время, оно стоит 3 с чем-то. А в Скайпе вообще не знаю сколько, да. Вот здесь посимпатичнее. Да, пошли дальше. Может быть сразу, знаешь, найдем какое-то место, где есть и зелень, и огурцы, и помидоры, чтобы не ходить. Вот, пошли, знаешь, что, смотри, вон там зелень вся есть. Я вот там, да, все. Да. Не забудьте, а то у меня тут все это занимает. И помидорки, и вот так. Гнилой. Мужчинам вообще нельзя доверять, сказать, на рынок. У меня всегда... И клей мы этот, вот купили бы 100% с гнилой попой. Пошли в другой место. Вы с такими большими? 3,83. Или вот средненькими? Средненькими. Последнему какая-то гнилая ягодка. Давай вот эту вот. Вот эту вот красивенькую, нет? Вот эту красивенькую. А, большая. А, нет, ты две берешь. Ты две тянешь. А, вот так. Там гнилая. Все, она будет. Все, дна на гнилая. Все, у нас остался последний рывок. Ищем сморчки и убегаем с этого места. На таком стросничке я тут... Да, оплать. Не кайфую. К моему огромному сожалению, сморчков нет. Сегодня покажу вам сейчас, как выглядят строчки. Мы приехали с рынка и будем готовить сегодня салат табуле. Очень модное название сейчас. Его очень часто используют все, кто занимается... Кто приветствует здоровый образ жизни, кто на ПП. Это блюдо, классическое, восточное блюдо. Без него не обходится ни одно застолье. Но я сделаю на свой манер. Обычно в классике его готовят с булгуром или... С булгуром или с кускусом. Я сделаю на наш такой европейский манер с кенуа. А главное для табуле это петрушка. Петрушку нужно поискать, поэтому мы сегодня были на рынке. Она должна быть суперароматная. Вот самая ароматная петрушка, которую вы только можете найти. Это классика. Я обычно делаю табуле из огурцов, помидоров, петрушки. И всегда добавляю мяту, потому что мята потрясающе раскрывает вкус петрушки. И у салата он и так очень свежий. Он и так освежающий на лето. Но из-за петрушки с мятой это просто какая-то свежая свежесть. Так, мы засыпаем вариться кенуа. Сейчас берем ложечку. Я выбрала кенуа, потому что она очень быстро готовится. И это очень модно. А вообще, Карин, мы не с тобой начали. Нам надо открыть шампан. Давай, ты как профессионал. Да. А этот креман мы нашли на центральном рынке. Шли-шли и нашли. Это лучший креман. Это брали одного из местных пьяниц. Он собрался только похмелиться хорошим креманочком. Мы сказали, нет, дружок. Да. Так что не обессудьте. Это самое приличное, что мы нашли. Да. Не очень нам хотелось по пробкам ехать еще в другое место. Но он неплохой. Я его пробовала. Оп. Профи. Профи. Ну что, Карина. Да, 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 да. Наконец-то ты занимаешься своим делом у нас в блоге. Готовишь. Давай, дорогая. За наше кенуа. Как ты сказала, блюдо называется модное? Табуле. Кенуа. Я просто даже не слышала такого сочетания. Модное блюдо. Слово сочетание. Да, модное. Ты знаешь, на самом деле, ты только в сумках знаешь. А каждый год у Фуди есть тоже модные блюда. В определенный момент, например, вошло в моду на завтрак есть тост савокадо. У него даже появилось название аватост. А, окей, как интересно. Это мода, да. Яйцо пашот. Никому раньше не нужно было. Сейчас это самое-самое такое продаваемое блюдо на завтрак во всех кафе. Ну, разве не так? Это мода. Это так. Это точно. На рынке мы купили для табуле петрушку, кинзу. Ты любишь? Это очень специфично. Обожаю кинзу. Серьезно? Да. Я обожаю. Привет, сестра. Ты знаешь, я тебе не могу сказать, что она ароматная. Ну, ее растереть надо, мне кажется, скорее. Палечка. Угу. Немножко базилика. Петруш. Ой, это-то. Укроп я не люблю. Он очень перебивает моментально все. Укроп я люблю вкус, но он перетягивает на себя моментально, моментально притягивает на себя. И играет самую главную ноту во всем блюде. Поэтому я подумала, да. Ну, у нас спросили, а вам не нужна укропочка? Да. И так, еще сегодня у меня были планы приготовить сморчики, которые я не нашла. Я хотела белую спаржу найти. Я хотела готовить голландский соус, но, может быть, и к лучшему. Сделать бруде буле. И так, еще одна фишечка. Для того, чтобы раскрыть самый яркий вкус петрушки, ну, во-первых, найти самую ароматную. Два, надо ее промыть под ледяной водой. И обязательно резать очень острым ножом. Чтобы, когда ты ее режешь, весь вкус и сок петрушки уходил не в доску, а остался в салат. Так что мы ее ледяной водой. Вот так мы ее смотрим в риски. Я как это, Юлия Высоцкая. Ну, она, сейчас она, она такой мем сейчас стала. Опять популярно все паблики стали. Как Юлия Высоцкая сырники, Юлия Высоцкая какой-то там рулет страшный. А ты знаешь, что раньше была... Оказалось все шикарно вообще, что она гуру. Она же школы выездные, как и Белоцерковская устраивает по несколько тысяч вообще евро недели. Десять или двадцать тысяч, не знаю, сколько стоит у нее. Такая, как она эти помидоры запекала в духовке, значит, черной. Посмотри, какая красота. Вот как можно убедительно говорить, да, что даже не красота кажется красотой. Мы были ненасмотренные. Да, нам было не с чем сравнить. Так, друзья, режем петрушку. Вот стараемся мелко, где-то были, надо мелко резать. Но вот разок прошлись, и вот этим уже не занимаемся. Потому что не давим петрушку, да, разочек порезали их. Главный ингредиент отправляйте в сковороду, потому что мы не нашли глубокого блюда. Но это такие мелочи. Где мешать, размешивать все равно. Главное, что размешивать. Да, приступаем к кинзе. Не будем его убрать, достаточно половины. Меленько-меленько. Лерия, вот вы с длинными волосами на кухне ничего. Наши подписчики, зрители не скажут, что это фу-фу-фу. Это для кадра, ребята. Я хочу тоже очень хорошо получиться. Как и я. Как и Карина, да. На самом деле, я, конечно, готовлю всегда собранные волосы. Ну и плюс мы готовим для себя. Разберемся. Если волосы у нас окажутся в тарелке. У меня нет такого рвотного рефлекса. Вот есть у людей, которые вообще никогда потом на это блюдо не могут смотреть. Если что-то нашли там подобное. У многих, кстати, я понимаю этих людей. Но у меня есть другие вещи, которые... Которые, смотрите, я листик в волосах. Я, кстати, могу... Если это мой, я встану и продолжу. Это ужасно. Я сейчас это говорю. Это очень нестатично. Да, но если мой, тоже. И моих членов семьи и близких. Если я на ресторане волос, это не будет аргументом, что я больше никогда не приду в этот рисунок. Да, да, у меня тоже истерики не будет. Я, конечно, попрошу заменить блюдо, естественно. Но это не будет истерики. Так, мятка, да, пошла? Мятка пошла. Вот мятка у нас супер ароматная. Господи, а как мне не хватало, чтобы кто-то меня поснимал. Катюшка с мятка. Кто могучу сама себя снимать? Я хочу еще мятка, она такая ароматная, такая свежая. Знаете, этот салат еще не так жарко. Но когда начинается... Почему на Востоке его едят? Когда начинается 35-градусная жара, и нет никакого возможности есть горячее мясо. Ну, тяжелые вообще про блюда какие-то продукты. Это блюдо очень освежает. Оно очень подходит на лето. После него не тяжело. Ты будешь приезжать ко мне летом? Да, у него очень много витаминов. Ну, это уже и так понятно, что ингредиенты все свежие. А, базилика. Давай немножко базилика добавим. Давай. У него тоже. Это, конечно, совершенно уже на европейский лад. Но такой девичий. Немного. Мне очень нравится все-таки надпись. Надпись, надпись. Выбирали-выбирали мы скорее на огурчики, покрасивее, подороже. И потом все равно нашли еще покрасивее. И подешевле. И подешевле. Это мы. Итак, заправляем наши табулей кинуа. Кинуа. И даже если вы варите булгуры или кускус, должно быть чуть-чуть аль денте. Мы, скорее, не любим аль денте. Ну, мы не любим впасть. Да. Нам для этого салата разваривать точно не надо. И оно еще горячее, да, кинуа? Тепло. Теплый порог, потому что идет. Что делаем дальше? Обязательно. Лимон. Лимонный сок. Так нравятся твои ручки безнарочного маникюра. Хорошая маслица. Можете посмотреть, что за маслица. Белая. Мне кажется, это португальская. Итак, оливковое масло, ароматное, экстравержа. И, конечно, соль. Можская. Да. В следующий раз, какой-нибудь раз, обязательно покажу вам, где я покупаю соль, перец и приправы. У меня есть тоже свое тайное место. Здесь у нас лимончик, соль и маслица. Все, это будет готово. Итак, огурец, помидор, петрушка и любая зелень на ваш вкус. Булгур, кинуа или кюскус. И даже красный есть, может быть. Красиво. Все. Так, у нас все готово. Координаты в кадре. Да. Вместе с пионами первыми. Да, у нас получился очень девичий обед. Это легкий, свежий. Вот как выглядит наша полезная. Полезный салат. Табуле. И свежая рыбка. Свежайший. Только сегодня с рынка. Ну и ягодки, конечно. Покажи эту гигантскую. Кубничную. Да. Булок. Не знаю, с кем нас крестили. С баклажаном, что ли. Я в полуку на чай. Я вообще не сомневаюсь к мяте отношусь к блюду. Как и к орехам. Я орехи не очень люблю. Здесь мято прекрасно. Потому что мято, по-моему, на Востоке мято везде к вам. Как будто я где-то, знаешь, в шарбе с мираном. Прямо полезно-полезно. И прям охудея на глаза. Да, если вы нас смотрите, и вы готовитесь к лету, то берите на заметку, это очень классное блюдо для того, чтобы разгрузиться. Мы продолжаем свою трапезу, а с вами проезжаемся. Спасибо большое, что были с нами. Да, и Валерия, конечно, прикатывала для нашего блога-блога. Да, это свое первое. Это только начало.